все у нас есть пять минут сегодня мы поговорим о таком явлении как каршеринг ты смотри она завелась визуха или any time выглядит ну скудно согласитесь фирма каршеринга знает о повреждениях до свидания будет круто смотри до конца привет друзья сегодня мы поговорим о таком явлении как каршеринг каршеринг это один из типов аренды автомобилей в том случае когда машина вам нужно на короткий срок без водителя проще говоря это ваш личный автомобиль но только в то время когда он вам нужен сейчас каршеринг очень быстро набирает популярность но тем не менее немногие о нем знают не знают какие у него плюсы сравнение с такси и с личным транспортом сколько это стоит и кто платит за бензин какова вероятность найти машину в нужный момент где брать и оставлять машину насколько это выгодно давайте подробно ответим на все эти вопросы поехали чтобы пользоваться автомобилем потенциальному водителю нужно быть старше 19 лет и иметь опыт вождения не менее одного года это первое условие второе нужно скачать приложение каршеринга в нашем случае это везуха или any time приложение доступны в play маркете и apple store и третье требование нужно подвязать свой паспорт и водительские права к приложению каршеринга и дождаться подтверждения после этого можно садиться за руль в кадре вот сегодня два человека я и еще один александр александр мне всегда помогает со съемками он выступает в качестве оператора сегодня будет параллельно рассказывать про каршеринг сервис потому что он им пользовался гораздо больше меня и более точно и подробно расскажет про все тонкости фишки каршеринг сервиса использую при регистрации вот этот промокод и получи 5 рублей на первую поездку с каршерингом везуха пристегляйтесь ценность каршеринга в том что машину можно взять на любое время суток машина находится на различных стоянках которые разбросаны по всему городу по сути они находятся там где их оставил предыдущий пользователь посмотреть расположение всех автомобилей можно в приложении каршеринга вот наш красотка стоит именно на ней мы поедем это везуха наш первый каршеринг автомобиль когда я нажму начать аренду она откроется давай вот он спрашивает открыть я нажимаю открыть все у нас есть пять минут для того чтобы проверить вот он предлагает сообщить сообщить о проблеме или подтвердить что все с автомобилем нормально и можно двигаться на машине есть наклейки эти наклейки сигнализируют о том то что фирма каршеринга знает о повреждениях которые есть на автомобиле и уже отметили ее соответствующей наклейкой на ней написано знаем лечим в бардачке должны быть документы открываем смотрим вот какой-то какая-то книжечка есть вот авто документы даже в аккуратном чехольчики у нас здесь есть аукс у нас здесь юизби есть по ауксу можно свою собственную музыку со смартфона подключить если у вас есть кабелек ну и юизби для всяких прочих нужд нет климат-контроля у нас здесь есть обычная печка с разными режимами но есть кондиционер но в принципе всего этого достаточно для того чтобы комфортно себя чувствовать автомобиль все хомутами закреплено молнию не расстегнуть тоже самое касается этого черного пакета зато вот такая штука есть щетка положили омывайку красавцы в зимний период очень важно с нашим белорусским климатом нужная штука пасти болезуха чтобы поехать надо подтвердить что все окей с автомобилем нажимаем все окей продолжить выбираем тариф ты смотри она завелась ты представляешь пока тариф не выберешь у any time она не заводится вчера вот реально с этой проблемой столкнулся думал что-то с автомобилем не так позвонил специально в службу поддержки они мне сказали выберите тариф все мы выбрали сумма у нас пошла уже 10 копеек у нас списала все можем поехать покататься ну что погнали с везухой очень странная штука сервис мобильная держателя для мобила нет здесь нету камеры заднего вида и так по цене 31 копейка за минуту по тарифу минутка с каршеринга мизуха мы взяли киа рио x-line год выпуска 2018 если вам интересен такой формат обзоров на нестандартной технологии которые уже применены у нас в минске то давайте соберем вместе 200 лайков и тогда обязательно в одном из следующих видео мы сделаем обзор на электробус который ездит по городу минску первая причина зачем нужен каршеринг два чизбургера две картошки стандартные а один кисло-сладкий один на 1 стандартную колу и большой лады в общем все хорошо раскинули здесь вообще по-царски и места хватает на всех такую машину можно брать ехать с ней на дачу куда-нибудь или брать подругу ехать с ней на природу на дачу кстати мне очень понравилось есть режим ожидания где автомобили можно поставить на удержание чтобы его никто не забрал но в то же время никто не запрещает вам остаться внутри этого дальше в это время в это время машину никто занять не может потому что вы ее поставили в режим ожидания и вы платите по меньшему тарифу там пять копеек за минуту вы берете девочку и смотрите кино и смотрите кино да пока же делать это чтобы дешевле получается чем билеты на театр правда вместо много в машине вот так выглядит топливная карта мы с ней съездим и заправимся заправка входит в счет аренды в счет этих самых 31 копейки за минуту мы съездим и с ней заправимся вторая машинка у нас volkswagen polo от каршеринга any time и там панель управления сенсорная здесь же кнопочная сейчас каршерингом везуха мы приехали на автосоправочную станцию вот она у нас есть вот такая топливная карта сейчас мы заправимся я напоминаю то что заправка входит в счет аренды автомобиля то есть за эти 31 копейку в минуту вы еще получаете покрытие расходов на топлива пойдем протестим как вообще-то происходит на деле что позвоним здравствуйте скажите приехали на заправку топливная карта не читается заправка у нас такая компания и на этот компания заправка у нас только беларусь нефть и белл нефть и хим понятно только белл нефть и хим окей спасибо большое дальше мы посмотрим что предложит нам каршеринг any time так мы сели в машинку any time что по ним можно сказать ну здесь уже нет шнуров для зарядки ваших устройств это мой это наши да это саша принес свои вот мы их подключили чтобы заряжать вот айфончик в нашем случае камеру тоже заряжать есть подлокотник это плюс и что-то туда можно положить ну так тут точно так же как у визухи usb для зарядки джек 35 для того чтобы музыку послушать с телефона подключить если у вас есть шнурок можно подключить телефон по блютузу но я так понимаю то же самое все как у визухи есть зимний пакет то есть подогрев есть есть подогрева сидений 2 есть подогрев заднего стекла ну в принципе подогрева руля нет у визухи был подогрев руля ну в общем почти то же самое почти то же самое климат контроля как такового в принципе нет есть кондиционер есть печка этого достаточно для того чтобы чувствовать себя комфортно машине машине чувствуешь себя немного стесненным по сравнению с визухой снова же прямо сейчас вот саша сел говорит ну здесь говорит попроще здесь как-то потеснее не знаю на передних сиденьях да действительно водителю относительно комфортно но место все же меньше место все же меньше чем в киев которые мы только что ездили на визухи также здесь у пола есть спорт режим ну не знаю какой никакой но только что я круги здесь наяривал смотрим что в бардачке у нас есть достаем техпаспорт и у нас есть здесь топливная карта ну смотрите да опять же упаковка у визухи это сделано красивее здесь просто какая-то бирка на ней номер и сам чип и больше ничего нет ну вот выглядит ну скудно согласитесь выглядит как-то ну я бы я бы я бы постеснялся вот здесь и красивую бирку написали правила отрезали со стороны клиентов кучу вопросов так они тайм села машину никаких факторов которые сразу бросились бы мне в глаза я не нашел нет никакого постороннего запаха здесь не грязно мне отлично мне нравится динамика автомобиля мне нравится в принципе звукоизоляция в автомобиле хотя я не скажу что мне звукоизоляция у безухи не понравилось там тоже все отлично с этим но динамика у пола чуть-чуть лучше здесь есть даже спорт режим у коробки автоматической коробки что касательно моих ощущений то и не тайма вчера столкнулся вот вчера протестил три машинки они тайма и у одной из них столкнулся ну да бывает было очень сильно накурено в общем не курите в автомобиле интересная фишка что на сайте не тайма есть калькулятор по которому вы можете просчитать вашу поездку если вы знаете ее параметры такие как время использования автомобиля и расстояние которые собираетесь проехать по моему очень логичная фича очень хорошо что есть по сайте молодцы что заморочились то там бонусик летит у они тайма два базовых тарифа это поминутные и посуточные поминутные это 31 копейка за минуту и посуточный за 59 рублей за сутки так смотрим что в багажнике есть машинки каршеринга и не тайм здесь есть вот такая вот сумочка в ней огнетушитель и аптечка да она открыта ее можно посмотреть ну и щеточка если машина грязная чтобы ее протереть привести в пригожий вид там что запаска есть полноценная и этот самый домкрат есть домкрат это все что есть багажнике каршеринга и даем до свидания смотрите это приемник сотовой связи и по совместительству gps tracker для того чтобы машинка отслеживалась в приложении чтобы вы могли видеть где какая машинка свободно где на какой стоянке она находится и так мы протестировали два каршеринга которые работают в минске мы протестировали это протестировали везуху и все что можно резюмировать то что эти два сервиса они на самом деле очень похожи между собой и по сути если бы я выбирал я выбирал бы в первую очередь тот автомобиль который находится ближе ко мне потому что ну блин потому что нечего топать этот сервис выбираешь первую очередь потому потому что ты не хочешь ходить пешком а тебе нужен автомобиль поэтому выбор идет именно на расстоянии а если поставить вопрос чтобы я выбрал прямо здесь и сейчас когда у меня рядом есть они тайм и рядом у меня есть везуха то исходя из сегодняшнего эксперимента я бы выбрал везуху потому что сегодня мне понравилось больше ездить на Kia Rio. Она была посвежее, она была поинтереснее. Там были шнурочки, я мог зарядить камеру, я мог зарядить телефон, Саша мог зарядить свой айфон. И мы ездили, и вообще нам было хорошо. И места там для ног много. Машинка просторная. И они там тоже очень хорошо. Здесь тоже неплохой Volkswagen Polo был. Но что не понравилось, ну, может быть, не так презентабельно выглядит Volkswagen в сравнении с Kia Rio. У боих кайр-шеринговых служб не было держателя для мобильника. Несмотря на то, что это мобильный сервис, который требует обязательного наличия мобильного телефона для того, чтобы арендовать один из автомобилей. К плюсу Anytime я могу отнести, что здесь была камера заднего вида. В то время как в Kia Rio ее не было. По заправке. По заправке мне не понравилось ни тут, ни там. Есть топливные карты. Топливо включено в стоимость аренды. Да, окей. Но нет понятных подсказок, которые сориентируют потенциального водителя. Если говорить о приложении кайр-шеринговых служб, то они идентично одинаковые. Такое ощущение, что кто-то у кого-то что-то скопировал. Переложения одинаковые, форма регистрации одинаковая. В Volkswagen Polo и в Kia Rio был зимний пакет. В машине от везухи был подогрев руля. В Anytime на Volkswagen Polo не было подогрева руля. Это такие мелочи, которые имеют вес. Я думаю, что зимой это важно с нашим климатом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok